Снова время новостей на нашем телеканале в студии Олеси Коряк. Здравствуйте. Для начала расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Чем занимаются хозяйки под покровом ночи? Четыре женщины были засняты на видео в то время, когда они воровали тротуарную плитку со строительной площадки в столичном секторе Рыжкановка. Еще четыре верных телезрителя, принявших участие во втором выпуске мега-розыгрыша, организованном центральным телевидением, получили свои призы. И, внимание, до новой лотереи остались считанные дни. Когда она пройдет в нашем эфире, узнаете из новостей. Далее все это и многое другое подробно. Президент Игорь Дадон готовится к массовым фальсификациям на президентских выборах, в том числе через лесников. Об этом заявил депутат от партии действий «Солидарность» Серджио Литвиненко на своей странице в Facebook. По его словам, правительство изменило порядок назначения руководителей лесных хозяйств, чтобы назначать лояльных Дадону людей. Депутат ПДС Серджио Литвиненко считает, что глава государства готов использовать все методы для фальсификации выборов, так как иначе у него нет шансов остаться на своем посту. Парламентарий заявляет, что если Игорь Дадон будет не у власти, то он окажется в шаге от лишения свободы. Доказательством тому, по мнению Литвиненко, являются поправки, внесенные правительством в конце июля, которые позволяют директору агентства «Молдсилва» назначать руководителей лесных хозяйств. В то время как до сих пор этим занималась администрация госпредприятий в области лесничества. Директор агентства «Молдсилва» — это человек Дадона. Руководителями лесных хозяйств являются те, кому подчиняются лесники. Другими словами, эти изменения позволят человеку Дадона назначать всех руководителей лесных хозяйств в стране. И они, в свою очередь, позаботятся о том, чтобы все лесники в этой стране были полностью привлечены к участию в компании Дадона, написал Литвиненко в социальной сети. С другой стороны, директор «Молдсилва» Дмитрия Кожакару, с которым мы связались, отрицает эту информацию. Я никак не связан с политикой. Я пришел в отрасль, чтобы навести порядок в лесоводстве. В социальной сети Литвиненко также написал, что он найдет возможность, чтобы опротестовать это незаконное, по его мнению, решение. «Помимо этого, мы должны каждый раз и по любому случаю говорить Дадону прекращать жульничать и вести честную борьбу, иначе граждане этой страны не позволят ему сфальсифицировать и эти выборы», — заключил депутат. Мы попытались дозвониться до пресс-секретаря президента, чтобы получить комментарии, но Кармена Стерпу не ответила на наши звонки и сообщения. «Катастрофическая ситуация в системе здравоохранения, сложившаяся из-за пандемии, может стать законным предлогом для нынешней власти отложить намеченные на осень выборы главы государства», — так считает бывший министр здравоохранения Руксанда Главан. Она заявила, что ограничение права голоса для граждан с симптомами коронавируса может оказаться удобным для некоторых кандидатов, зарегистрированных в президентской гонке, что является нарушением Конституции. Экс-глава Минздрава Руксанда Главан обвиняет власть в неэффективном управлении в период пандемии и не исключает, что бездействие властей направлено на перенос президентских выборов, запланированных на 1 ноября. По её словам, людям осознанно позволяют заболеть как можно в большем количестве, а власти не проводят массовое тестирование населения, как это делается в других странах, чтобы было законное основание. Их устраивает то, что люди заболевают в большом количестве, чтобы затем осенью аргументировать с катастрофической ситуацией в области здравоохранения, поставив в тот момент общественное здоровье и заинтересованность в сохранении жизни людей в качестве решающих аргументов в пользу потенциальной возможности переноса президентских выборов или как аргумент в пользу проведения избирательной кампании по-своему. Руксанда Главан подчеркнула, что абсолютно все граждане должны реализовать своё право голоса, идея отказа в доступе к избирательным участкам людям с симптомами коронавирусной инфекции является нарушением Конституции. С моей точки зрения, любая попытка ограничить право голоса, обоснованное повышенной температурой или плохим самочувствием, является неконституционной. И я по-прежнему считаю, что у бездействия на самом деле есть цель отложить выборы или отдать предпочтение определенным кандидатам в потенциальной осенней избирательной кампании. Мы попытались получить с комментарии представителей власти на эти заявления, но в правительстве и Национальном агентстве общественного здоровья не ответили на наши телефонные звонки. Напомним, в четверг Центральная избирательная комиссия обнародовала проект о мерах по профилактике заражения COVID-19 в период выборов, в том числе и президентских. Таким образом, комиссия объявила, что при входе на избирательный участок у каждого избирателя измерят температуру. Тех, у кого она будет повышена или будут другие симптомы, не допустят голосованию. Также ЦИК сообщил, что мобильную урну для голосования предложат и тем избирателям, кто находится дома на карантине. Ранее президент Игорь Дадон не исключил, что президентские выборы могут быть отменены, если Молдова этой осенью столкнется с новой волной COVID-19. Помимо этого, что касается эпидемиологической ситуации в стране, в последнее время Минздрав фиксирует все больше ежедневных случаев заражения коронавирусом. В отдельные дни цифра превышает 400 случаев инфицирования. Другим темам. Премьер и министр сельского хозяйства могут быть заслужены в парламенте в связи с катастрофической ситуацией, в которой оказались фермеры из-за засухи и неурожая. Члены платформы «Достоинства и правды» начали сбор необходимых 34 подписей депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Депутат платформы «Достоинства и правды» Александр Слуцарь называет катастрофической сложившуюся в сельском хозяйстве ситуацию, так как большая часть урожая пострадала от засухи. Республика Молдова столкнулась с самой сильной засухой за время независимости с 1992 года. Отрасли через несколько месяцев грозит банкротство. Мы говорим не о десятках фермеров, а о тысячах, десятках тысяч аграриев. Ситуация катастрофическая. Депутат предлагает созвать внеочередное заседание парламента, чтобы заслушать министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также премьер-министра Иона Кику. Слуцарь хочет обсудить введение чрезвычайного положения в некоторых районах страны, наиболее пострадавших из-за засухи, а также увеличить субсидии для фермеров и предоставить им налоговые льготы. Парламентарий отметил, что платформа «Достоинства и правды» намерена собрать 34 подписи депутатов, что необходимо для созыва внеочередного заседания. Представители других оппозиционных партий приветствовали эту инициативу. Мы всегда готовы встретиться и заслушать. У нас тоже много вопросов к этим людям. Это хорошее предложение. Я уверен, что мы найдем способ провести это парламентское заседание. Воспрепятствуют ли этому социалисты? Посмотрим. Мы считаем, что необходимо найти решение, чтобы помочь аграриям. Нам не удалось выяснить, поддерживать ли эту инициативу и парламентское большинство ПСРМ-ДПМ. Несколько депутатов из коалиции, с которыми мы попытались связаться, не ответили на наши звонки. Добавим, что законодательный орган может собраться на внеочередную или специальную сессию по требованию президента или спикера, либо одной трети депутатов. И напомним, примерно неделю назад аграрии из районов Штефанвода и Каушаны заблокировали сельхозтехникой, национальную трассу в знак протеста. Они недовольны тем, какие меры принимает государство для выхода из сложившегося кризиса. На следующий день после акции премьер-министр объявил, что у правительства выделит 350 миллионов леев фермерам, пострадавшим от засухи и града. Однако аграрии заявили, что этих денег недостаточно. Перейдем к теме пандемии. Еще семь человек в Молдове стали жертвами COVID-19. Таким образом, общее число смертельных случаев достигло 835. Сегодня подтвердились положительные тесты у еще 362 человек. Шесть из них привезенные из-за границы. Между тем, Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья постановила, что с понедельника, 10 августа, бассейны в стране могут возобновить свою деятельность. В соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья, с понедельника, 10 августа, бассейны возобновят свою деятельность. Администрация зон отдыха должна будет строго соблюдать инструкции по работе в условиях пандемии. Необходима регулярная дезинфекция. Количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости. Также следует регулировать поток посетителей, чтобы избегать скопления людей. Решение было принято всего через неделю после того, как власти решили закрыть бассейны из-за подозрения, что эти места отдыха могут быть реальными чудами заражения коронавирусом нового типа. Бассейны возобновят свою деятельность даже в условиях роста случаев заражения. Сегодня было подтверждено 362 новых заразившихся, 15 из них – это медицинские работники. Среди инфицированных и руководитель Центра здоровья в селе Бычой Адриана Михалаки. У остальных сотрудников учреждения COVID-19 не подтвердился. Добавим, на сегодняшний день в Молдове подтверждено 26 990 заболевших вирусом нового типа. И о ситуации в мире. Смертность от коронавируса на планете превысила 700 тысяч случаев, из которых более 200 тысяч были зарегистрированы в Латинской Америке. Отрицательная динамика наблюдается и в соседних с Молдовы странах, где зафиксированы новые антирекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. Тем временем российскую вакцину планируют официально зарегистрировать уже через неделю. Об этом сообщают официальные лица Москвы. В Румынии подтверждено почти 1400 случаев заражения коронавирусом. Это самое большое количество, выявленное за сутки. Также было зарегистрировано 50 смертей от осложнений, вызванных COVID-19, пишет digidozichipatro.ru. Не лучше ситуации в соседней Украине. Киевские власти объявили о новом антирекорде более 1450 случаев за 24 часа. По официальной информации, на данный момент в стране более 78 тысяч инфицированных. Во всем мире общее количество погибших превысило 710 тысяч. В то время как число случаев заражения вирусом более 19 миллионов – 200 тысяч. В Северной и Южной Америках порог приближается к 10 миллионам. Более половины из этого числа зарегистрировано в Латинской Америке. Европа занимает второе место в списке наиболее пострадавших континентов – 3 миллиона 400 тысяч заболевших. Соединенные Штаты остаются лидером по количеству случаев заболевания COVID-19. 5 миллионов случаев за Америкой следует Бразилия, Индия и Россия. Тем временем российские власти сообщили, что разработанная учеными вакцина от коронавируса будет зарегистрирована 12 августа. С другой стороны, глава ВОЗ раскритиковал национализм в вопросе вакцины, призывая объединиться, что позволило бы всей планете эффективнее бороться с COVID-19. Добавим, в настоящее время в мире около 26 вакцин находятся на разных стадиях тестирования. И еще о важных новостях из-за рубежа. Число жертв взрыва в Бейруте растет. Погибших уже более 150, раненых свыше 5000, плюс десятки пропавших без вести и сотни тысяч, оставшихся без крыши над головой. Таковы последствия мощного взрыва, потрясшего столицу Ливана в минувший вторник. В ходе расследования были допрошены около 20 человек, представители руководства порта и таможенной службы. Более 15 граждан взяты под стражу. По этому поводу в центре Бейрута начались акции протеста. Демонстранты, требующие отставки ливанского правительства из-за коррупции, пытались прорваться через кордоны к парламенту. Тем временем в ливанских соцсетях получила распространение петиция за возвращение страны под мандат Франции. Ее подписали уже более 44 тысяч человек. 6 августа в центре Бейрута начались акции протеста. Манифестанты громили магазины и забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью сотрудников правоохранительных органов около парламента. Полицейские для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ. Несколько человек получили ранения. Инцидент произошел накануне большой антиправительственной акции протеста, запланированной на субботу. Демонстранты уверены, что к мощному взрыву привела халатность правительства и именно власти виновны в трагедии. Более 44 тысяч человек поставили свои подписи под онлайн-петицией, в которой просят Францию взять под контроль Ливан. Подписавшиеся уверены, что среди причин той ситуации, в которой сейчас оказалась страна, плохое руководство и коррупция, пишет Дойчвелли. В документе говорится, что Ливан будет помещен под мандат Франции на ближайшие 10 лет. Напомним, что страна была колонией Франции в период с 1920 по 1945 годы. Ближневосточное государство большую часть продуктов питания импортирует. Значительные запасы зерна хранились на складах в разрушенном взрывом порту. В ходе расследования были арестованы 16 человек, сотрудники порта и таможни. Хотя в самом правительстве знали, что в порту с 2013 года хранились в ненадлежащих условиях опасные химикаты. Между тем, МВД Ливана назвало официальную причину трагедии – возгорание во время сварочных работ, которое вызвало детонацию свыше 2700 тонн аммиачной селитры. Между тем, в Бейруте десятки людей все еще находятся под обломками. Спасатели продолжают их поиски. Видео, распространенное в социальных сетях, демонстрируют, как местные жители аплодируют работе волонтеров, которые вытаскивают из-под завалов выжившего. Напомним, 4 августа мощные взрывы, произошедшие один за другим, потрясли Бейрут. Они были настолько сильны, что ощущались даже на Кипре, который находится на расстоянии примерно 250 километров. Взрыв в Бейруте приравняли к землетрясению в 4,5 балла. Самолет Air India Express, на борту которого было примерно 190 человек, развалился на две части после приземления. Инцидент произошел в городе каждой годой в индийском штате Кираа. СМИ пишут, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По некоторым данным, он летел из Дубая. По меньшей мере, два человека, в том числе пилот, погибли, а несколько пассажиров получили ранения. Инцидент произошел этим вечером на фоне проливных дождей в регионе. На месте происшествия работают аварийные службы и ведутся спасательные работы. Вернемся в Молдову. В Морозенах еще одном из почти 70 населенных пунктов Аркиевского района сдали в эксплуатацию систему уличного освещения. Это стало возможным благодаря реализации масштабного проекта, инициированного лидером партии Шор Илоном Шором. Итого же в планах зажечь огни на улицах более 100 населенных пунктов по всей стране. По традиции, огни в населенном пункте зажег инициатор грандиозного проекта лидер политической партии Шор Илон Шор. Депутат отметил, что европейский уровень жизни будет в каждом населенном пункте, появятся новые рабочие места, чтобы люди могли вернуться домой. В отличие от других политических партий, партия Шор это партия, которая реально строит, реально делает и реально работает для людей, для своего народа, для народа Республики Молдова. Дорогие друзья, я обещал, что во всех селах, где руководит партия Шор, в этом году появится свет, и он появляется. В следующем году появятся дороги, и они появятся. Потом появятся детские сады, отремонтированные школы, и так далее, и так далее, и так далее. Да, я вам даю слово. Местные жители благодарны политику за проекты, внедряемые в молдавских селах. В знак признательности дети подготовили настоящее представление. Мы поддерживаем партию Шор, ведь он хочет сделать многое для сел, чтобы мы чувствовали себя хорошо, и чтобы у нас все было. Светло повсюду, у каждых ворот, это хорошо. Дай бог здоровья господину Шору. Мы очень рады, до сих пор было очень трудно ходить по нашим улицам. Мы очень благодарны. Присутствующие на мероприятии представители политформирования, которых жители села встретили аплодисментами, цветами и хлебом с солью, заверили, что проекты по модернизации сел будут продолжены. Господин Илан Шор всегда держит свое слово, и мы гордимся тем, что помогаем этим людям, которые поддерживают нас все время, начиная с 2015 года, проектами, светом в их домах и сердцах, дорогами, строительством игровых площадок. Эти проекты меняют жизнь и дают возможность не уезжать за границу. Мы пообещали, что следующим проектом станет строительство игровой площадки в каждом населенном пункте, где наших примаров поддержали местные жители. Мы также планируем новые проекты и парламентские инициативы, такие как материнский капитал, для поддержки молодых мам. Каждый день мы делаем что-то хорошее людям. Особенно в это тяжелое время, когда у нас пандемия в стране, мы стараемся, чтобы люди почувствовали хоть какую-то доброту, хоть какое-то участие в том, что они не одни. Представители местных властей поблагодарили команду партии Шор за участие и поддержку, а председатель Аргейского района Дину Цуркану отметил, что граждане, сделав свой выбор, тем самым внесли изменения к лучшему в своих населенных пунктах. Вы сами стали теми, кто изменил этот район. Мы вам только помогли. Поднимем страну с колен. С победой и долгих лет. Хочу поблагодарить руководство партии Шор за поддержку и участие. Этот проект является чрезвычайно важным и необходимым для морозин. В населенном пункте провели электросеть протяженностью 13 километров, установили более 400 светодиодных ламп с умной системой автоматического включения и отключения, обновили трансформаторные подстанции. В прошлом году по инициативе Илона Шора освещение установили и в селе Бряново, которое входит в коммуну морозены. До конца этого года партия Шор реализует проекты уличного освещения примерно в 100 населенных пунктах страны, в том числе во всех 74 селах Аргеевского района, независимо от политической принадлежности примаров. Молдавские вузы завершили приемную кампанию и объявили промежуточные результаты. Если в предыдущие годы перед университетом металл пились молодые люди, жаждущие поскорее узнать, поступили они или нет, то сегодня здесь немноголюдно. Пандемия наложила отпечаток на одно из важных событий в жизни будущих студентов. Процедура подачи документов, так же, как и результаты конкурса, в этом году объявляются онлайн. Наша съемочная группа побывала в двух столичных вузах, но нам так и не удалось найти студентов, которые искали бы свое имя в списках абитуриентов. Все потому, что весь процесс переведен в онлайн. Даже в Государственном университете физического воспитания и спорта вузе, где был обязательным экзамен, проверяющий физическую подготовку молодых людей, в этом году не проводился. Нам очень не хватало наших кандидатов, которые присылали документы удаленно. Во-первых, потому что мы не смогли их оценить и протестировать с точки зрения практики. А во-вторых, потому что всплывает много моментов, не связанных с человеческим фактором. Интернет не всегда работает, не у всех есть возможности использовать соответствующие технологии, не все могут обращаться с информационными технологиями и не имеют необходимых навыков. В этих условиях оценки, полученные абитуриентами по физкультуре, и стали основным критерием отбора кандидатов. Одной из составляющих методики стала оценка по физическому воспитанию, а также оценки по дисциплинам, близким к профилю, который выбрал студент. В этом году в Университете физкультуры было 140 бюджетных мест на высшее лицензионное образование и 82 места на магистратуры. Количество желающих было немало, более 800. И в Политехническом Университете Молдовы постарались учесть все нюансы онлайн-поступления. У нас практически не было неполных или заполненных с ошибками документов. При комиссии был открытый колл-центр. Если возникали вопросы по присланным в электронном формате документам, то с кандидатами связывались, чтобы уточнить важные для приема детали. С 8 по 18 августа абитуриенты, которых включили в списки, должны будут принести в Университет оригиналы документов. В этом году приемная кампания в молдавских вузах началась 27 июля. Продолжаем выпуск. Не пропадать же добру, решили ночные воришки. Четыре женщины воспользовались тем, что никто не охранял тротуарную плитку, которая предназначалась для дорог в столичном микрорайоне Рыжкановка. И никого не стесняясь, загрузили строительный материал в багажник. Смело припаркованные в сквере машины, после чего уехали в неизвестном направлении. Инцидент произошел на улице Киевской, где в эти дни ведется ремонт тротуаров. Об этом сообщили в столичной мэрии, опубликовав видео момента кражи. Мэр столицы Ион Чабан обратился в правоохранительные органы с тем, чтобы воровок нашли и привлекли к ответственности. Мало того, стало известно, что на буйканах в сквере на улице Иона Пеливана, где также проводятся ремонтные работы, украли скамейки. Для избежания в последующем подобных краж муниципальные власти предлагают установить камеры видеонаблюдения там, где ведутся ремонтные работы. Свои подарки получили еще четыре постоянных телезрителя, которые приняли участие во втором мега-розыгрыше на центральном телевидении, проходящем при поддержке благотворительного фонда Мироншор. Счастливые и довольные они поделились своими эмоциями, признавшись, что по-прежнему будут следить за нашими эфирами и участвовать в лотереях, которые организует наш телеканал. К слову, следующая лотерея состоится уже в это воскресенье, 9 августа. Участвуйте и выигрывайте! Татьяна Роттерь из села Былцата Криулянского района призналась, что никогда не верила в лотереи, так как каждый раз, принимая в них участие, не оказывалась среди победителей. Но на этот раз ей повезло. Переполненная эмоциями, женщина поблагодарила организаторов и призвала зрителей смотреть центральное телевидение и участвовать в розыгрышах. Не ожидала, не думала. Да, никогда не надеешься. Думаешь, что просто так играет и все. А тут, оказывается, еще и телефон, который нужен как раз. Как раз нужен, да. Уже старый, уже нет памяти. А сейчас новенький. Спасибо огромное! А Игорь Гуряк из того же населенного пункта выиграл телевизор в мега-розыгрыше на центральном телевидении. Даже когда ему привезли подарок, мужчина с трудом мог поверить, что ему так повезло. Я не верил, что мне так повезло. Думал, что это как бы игра какая-то, что подала билет заполнила отца. Но вижу, это правда. Радости в семье Гуцан из села Биешта Аргеевского района. Победителю достался телевизор. Конечно, мы счастливы. Почему у вас слезы? От радости. У вас когда-нибудь было подобное в жизни? Никогда. Спасибо большое, мы не ожидали. Удача улыбнулась Анне Бумбу из села Сирота Аргеевского района. Несмотря на то, что она и не думала, что ей повезет, все же заполнила билет. И вот у женщины появился новый холодильник. Мы надеемся, что в хозяйстве он пригодится и ваша семья с удовольствием будет пользоваться холодильником в течение долгих лет. Победительница рассказала, что новый холодильник семье действительно был необходим. Я никогда ничего не выигрывала. У меня не было таких подарков. Очень счастливо. Я была очень рада, что выиграла. Я этого не ожидала. Спасибо. В розыгрыше, организованном центральным телевидением в период с 12 июня по 12 июля 124 счастливчика со всей страны стали обладателями ценных призов, в числе которых телевизоры, наборы посуды, холодильники, пылесосы, смартфоны и ноутбуки. Лотерея была организована при поддержке благотворительного фонда Мирон Шор, председателем которого является депутат Илон Шор. До сих пор наши постоянные зрители получили призы на сотни тысяч леев и даже два автомобиля. Смотрите Центральное телевидение и Архей ТВ. Участвуйте в наших розыгрышах и выигрывайте. Оставайтесь с нами. И в завершении о погоде. Молдавские синоптики продлили еще на неделю вплоть до 14 августа желтый код метеоопасности в связи с жаркой погодой. До 10 числа сохранится гидрологическая засуха из-за отсутствия осадков. Также продлен желтый код из-за повышенной угрозы возникновения пожаров. Об этом сообщили в Государственной гидрометеослужбе. По опубликованным в социальном сайте данным в этот период по всей стране температура воздуха поднимется в дневное время до 36 градусов. Синоптики еще раз предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности, так как из-за засухи участились возгорания растительности. В этой связи жители страны призывают не сжигать бытовой мусор и сухую траву. Таким был сегодняшний день. Далее вас ждет более подробный прогноз погоды на 0,8, 0,8. Я же Алиси Коряк. На этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго. Берегите себя и до встречи в эфире. В субботу практически на всей территории страны ожидается солнечная жаркая погода без осадков. Так в Кишиневе столбики термометра поднимутся до плюс 33 градусов выше нуля. А вот в Бричанах прогнозируют кратковременные грозовые дожди при температуре воздуха плюс 30. В северной столице солнечно и 31 градус жары. Далее везде небо ясное. В Сороках и Флорештах обещают до плюс 31 градуса. В Леушенах воздух прогреется до плюс 32. Плюс 32 ожидается в Аргееве и Дубосарах. В Унгенах будет еще на градус жарче. В Тирасполе и Кагуле градусники покажут 34 жары. В Камрате плюс 33. Далее перенесемся за пределы нашей страны. Пасмурно и 34 градуса со знаком плюс прогнозируют метеорологи в Бухаресте. Переменная облачность и плюс 27 в украинской столице. В Москве же вероятны кратковременные дожди и 23 градуса тепла. Солнечно и плюс 32 в Лондоне. В Мадриде вероятны грозовые дожди, но до 36 градусов жары. Также плюс 36, но без осадков в столице Франции. 34 градуса выше нуля и кратковременные осадки прогнозируют в Риме. Такая же температура, но лишь переменная облачность в Берлине. В Афинах ожидаются грозовые дожди и 28 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова